В небольшом кабинете прием пациентов врач-терапевт Нелли Кадырова проводит уже 10-й осмотр за день. Все, я ваши анализы все посмотрела. Давайте теперь сейчас сперем вам давление и послушаем, и пощупаем, как она. Хорошо? Очень хорошая врач, внимательная. Никогда не отказывает ни в чем. Когда бы не обратился, хоть на улице вот подошла, что-то спросила, никогда не отказывает. Нелли Кадырова из семьи врачей. Она окончила медуниверситет в Ташкенте, работала в одной из лучших больниц Новороссийска. Перспективы были большие, но в 90-х тяга к родному полуострову взяла верх. Все родственники здесь, я решила вернуться тоже в Крым, чтобы быть рядом со своими, ну и работать, естественно, для людей, которые проживают в Крыме. Сахарный диабет, астма, бронхит, гастрит или язва. За почти 30 лет стажа о помощь не одной тысяче больных. И тут, как говорится, чужих не бывает. Вот и сейчас коллега-доктор не может выйти на пост. Нелли Кадырова вместе с медсестрой вынуждены работать больше нормы. Допустим, два я выписываю, два доктора выписываю. Ну и как бы времени сокращается поменьше, чтобы можно было человека побыстрее спасти. И хоть часы работы, указанные на двери, говорят одно, желание помочь заставляет делать сверх на протяжении долгих лет. Он замечательно исполняет свои трудовые обязанности, очень внимательно к пациентам. Вся работа расписана по часам. Сначала прием в терапии, затем осмотры в военкомате. И, конечно, мы живем в ковидных реалиях, которые диктуют свои правила. Ежедневно терапевт принимает десятки человек с подозрением на коронавирус. Болен человек ковидом или нет, узнают после анализов. Ежедневно контактируя с теми, у кого подозрение на корону, риск заразиться возрастает. Много у вас сегодня было больных? Сегодня у нас по записи 22 человека, еще и двух. Еще и год по дополнительной записи. По дополнительной записи 5 человек приняли, да. Много была температуры, как же еще один из них? Практически всех. Страшно работать с ковидом, у всех же семьи. Ну, как сказать, мы как-то уже привыкли, мы все уже привитые, поэтому добрый час скажем, потому что мы, как говорится, долго бояться в лес находиться. Так просто рискуя здоровьем, несмотря на трудности, Найля Кадырова планирует и дальше помогать людям выполнять не просто свой профессиональный, но и человеческий долг. Эльмас Аблакимова, Яким Викиров, телеканал Милет, Красногвардейский район. Редактор субтитров А.Семкин